Всем-всем добрый день! Нью-Йорк с вами. Зима восемнадцатого года. Давненько я с вами не беседовала. Да давненько я с вами не беседовала на такие темы, касающиеся общества. Ну, немножко политики. Ну, короче говоря, о выборах. О выборах. Хочу поговорить о выборах восемнадцатого года в России. Будем выбирать президента. Я тоже пойду на выборы. У нас в Нью-Йорке бывают или выездные комиссии, на Брайтоне даже, да, или надо поехать в Генконсульство России и там проголосовать. До выборов остаётся чуть меньше двух месяцев. Уже совсем всё скоро-скоро произойдёт. Ну, очень-очень странно, что никакой президентской гонки на сегодняшний день нет. Всё как-то тихо, гладко. Иногда по федеральным, конечно, каналам, я имею в виду, по основным каналам, которые смотрят 90%, наверное, россиян. И именно благодаря этим каналам формируется какое-то общественное мнение. Так вот, на этих каналах всё тихо. Иногда упоминаются какие-то претенденты в президенты. В основном, конечно, на экранах красуется всё одно и то же лицо. Какое лицо, вы, наверное, догадываетесь. Очень лицо такое привычное, такое родное, такое вот несменяемое. Такое вот... Короче, никаких тебе дебатов не будет, как я полагаю. Никаких тебе каких-то больших интервью с претендентами, особенно от оппозиции, не предвидится, я так думаю. Остаётся совсем мало времени, а как-то вот и не чувствуется, что будут выборы. Вы знаете, выборы, наверное, бы получились бы очень, ну, такими пресными, неинтересными, если бы, если бы вдруг не Павел Грудинин. Для меня, например, это было очень неожиданно, что он вдруг выдвинул свою кандидатуру. Я его, конечно же, знала по каким-то там, по шоу-программам, по дебатам, по каким-то таким отдельным его выступлениям. Но когда я узнала, что он баллотируется на фоне остальных претендентов, он, конечно, очень яркая фигура, так я вам скажу. К сожалению, Алексея Навального не допустили, это и ожидаемо было, иначе и быть не могло. А вот Павел Грудинин очень неожиданно просто появился на небосклоне этом предвыборном, и я очень этому обрадовалась. Потому что фигура яркая, возраст самый подходящий, красивый человек, с хорошей энергетикой, умница, большой опыт работы во всех таких вот, знаете, областях и политических немножечко он депутатом был, и хозяйственник хороший, человек-созидатель. Он вызывает, несомненно, он вызывает доверие к себе, он вызывает симпатию к себе. В общем, такой претендент замечательный, я вам скажу. Несмотря даже на то, что он будет баллотироваться от коммунистической партии, но вы знаете что, если глубже подумать, какая разница, какое название той партии, которая правит государством. В принципе, главное, чтобы людям жилось лучше под руководством этой партии, и тем более он даже не коммунист, он беспартийный, это тоже очень радует, конечно же. Какая разница, какая партия. Главное, чтобы экономика поднималась, чтобы люди почувствовали, что государство заботится о них. Да что я буду перечислять все положительные моменты, которые должен президент воплощать в своей стране, понимаете? Поэтому от какой партии Грудинин? Пусть даже будет от коммунистической, но его программа на то, как он рассуждает по всем буквально вопросам, какой он осведомленный человек, как он просто, вот как-то по-народному разговаривает с людьми. Вот его хочется слушать, слушать и слушать. И сейчас, к сожалению, на него очень много нападков, потому что он действительно яркая личность, и он может составить конкуренцию Путину. И сейчас его стараются очернить как-то, стараются про него какую-то ложь даже впускать в интернет особенно, какие-то ролики про него не очень-то придумывают, какие-то вопросы ему неудобные задают. Но он с достоинством выходит из любой ситуации, и с достоинством отвечает на любой вопрос, потому что, потому что, я думаю, я уверена в том, что это честный человек, ему скрывать нечего, ему придумывать нечего, ему отнекиваться нечего. Это именно тот человек, который нужен сейчас России. Я так думаю. Если я пойду голосовать, конечно же, из того списка, который представлен сейчас, я буду голосовать за Грудинина. Да, я поддерживаю Ксению Собчак, но она еще молодая, она только первые шажки начинает делать в политической карьере. Я думаю, в будущем она добьется успехов. Я думаю, если даже она когда-нибудь, никогда, вернее, не станет президентом, потому что люди ей не могут простить и не могут забыть ее бывший шоу-бизнес, ее бесшабашную якобы молодость. Не могут этого забыть. Она пока как будто бы человек из шоу-бизнеса, хотя она давно уже серьезный журналист, неплохой, даже очень неплохой интервьюэр. Она интервью берет. Замечательно. Не буду вам говорить, те, кто знаком с ее деятельностью журналисткой, те со мной согласятся. Но в дальнейшем, конечно, какую-то должность в правительстве будущего когда-нибудь она получит. Из нее, кстати, неплохой получился бы пресс-секретарь. Да, а почему нет? Вы знаете, моя мечта, чтобы власть, будущее власть в России состояло из таких людей, как Павел Грудинин. Им и так хочется, чтобы все созидательные люди, политики, бизнесмены, неважно кто, что все люди, которые хотят только хорошего для России, не которые хотят ее разворовывать и плевать на людей, на простых, лапшу им на уши вешать, а те, которые хотят поднять Россию, сделать действительно великой страной. Потому что великая страна – это не та, которая мускулами играет, а та, которая делает свою экономику на высшем уровне, и та, которая заботится о своих стариках, о своих детях. Та страна, которая не позволит, чтобы ребенка больного лечили за границей. Это та страна, которая сама вылечит ребенка, сделает ему любую операцию, и все это сделает бесплатно. Не за счет сбора по всему миру с людей, а государство заботиться должно о своих гражданах, особенно о стариках и о детях, как я уже сказала. Поэтому команда нужна именно такая, которая не будет вкладывать в офшоры деньги, которая не будет покупать недвижимость за границей. А нужны те люди, которые будут гордиться своей страной, покупать хотя бы, честно покупать дома, честно покупать дома у себя на родине, отдыхать у себя на родине, и не отправлять своих жен жить за границу и детей учиться за границу, потому что свои университеты должны быть не хуже западных или американских, по крайней мере. Понимаете как? Поэтому Алексей Навальный, Собчак, тот же Явлинский, тот же Грудинин, ну объединитесь вы все вместе, объединитесь, из вас получится замечательная команда, и вы с собой приведете замечательных специалистов и замечательных людей и построите новую Россию, новую Россию, великую Россию. Поэтому я так хочу, чтобы в эти, в последующие выборы, 18 марта, люди как следует подумайте, подумайте, не надо полагаться, знаете, как многие думают, ой, мы вроде как живем, и неплохо так живем, главное не было бы войны, можно мирным путем решить все вопросы, можно мирным путем новый рывок сделать в экономике, но для этого нужна новая команда, новая власть нужна. Не надо бояться, надо идти только вперед. Поэтому пойдете голосовать? Голосуйте за Грудинина, потому что он самый яркий кандидат президента на сегодняшний день, на сегодняшний день. Поэтому подумайте хорошо. Павел Николаевич, а вам я желаю, чтобы все нападки, которые на вас сейчас начинаются, особенно вы с гордостью преодолели, вы очень сильный, вы красивый, то, что надо для России. Вперед! Пока-пока! Всех вас обнимаю! До новых встреч! До новых встреч! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok